Резидент Эйвилл Небольшая ремарочка, если вы точно собираетесь играть в игру, то лучше дальше не смотреть. Чем меньше вы видели и знаете, тем лучше же для вас. Во время разработки нас травили байками, что каким-то образом седьмой Резидент, который вот от первого лица, будет источать ароматы самого первого Резидента. Ну и кто же им поверит, когда даже в демонстрации у нас был такой хоррор, где даже оружие не давали. Не представляете моего удивления, когда я выяснил, что это чистейшая правда. Нужно было всего лишь поиграть несколько часов в финальный продукт. Из очевидного дом, в котором вас заперли, специальные безопасные комнаты, где некое устройство у вас отвечает за сохранение. В первом Резиденте это были печатные машинки, а здесь у нас аудиомагнитофончики маленькие. Ко всему этому добавляется сложный менеджмент инвентаря, где пространство ограниченное, вам приходится выбирать, что взять с собой, а что оставить. Ну и так далее. Важнее всего не то, что на поверхности, а именно ощущение, как от первого Резидента. Вроде чувство неизвестности и неуютности нахождения в странном загадочном особняке. Опасность, которая может поджидать буквально в любом углу. Некий свой баланс между стрельбой и хоррором. Даже некоторые локации напоминают оригинал. Но его напоминает еще и общее развитие сюжета. Конкретнее не могу сказать, это будет страшный спойлер, но когда вы будете играть, вы поймете. О чем я? В некоторой степени эту ситуацию можно сравнить с «Звездными войнами. Пробуждение силы». Очень похожие сочетания старого и нового. Вроде это новый фильм, вроде об другом совсем, продолжение истории. Но так напоминают оригинальные фильмы. What the hell? Даже не ждите чего-то от сюжета. Поклонники серии об этом прекрасно знают и всегда помнят, когда включают новую часть. Но здесь даже и связи с предыдущими частями практически нет. Вот Итан, главный герой, который поехал в некий южный штат Америки в поисках своей жены, пропавшей несколько лет назад. И девушку. Жены. Жены, да? Жены, там говорится, жена. Все нормально. Если ты женат, ты запомнишь разницу между девушкой и женой. Естественно, атмосфера соответствующая. Болото, сырость и страшная жара. Что произойдет дальше, легко догадаться. Вы заходите в дом и вас оттуда не выпускают. Семейство бейкеров очень даже поехавшее и не очень горят желанием отпускать главного героя. Но там, где отсутствует сюжет, есть ярчайшие события. За первые пару часов на вас вываливают просто ушат вот таких вот безумных моментов. Зрелище на самом деле не для слабонервных. Но если вы веселились как школьница на дне рождения, когда Кратос выдавливал Посейдону глаза, то эта игра исключительно для вас. Вы будете рады. Но развлекают нас не только бесконечными бу и кровавым месивом. Вам еще дадут и пострелять. Предоставят целый арсенал, который будет вам напоминать о событиях в горах Арклей. Схема боевки очевидная. Попадать будет сложно. Монстры живучие и бьют больно. Патронов мало. Вам будет легче, если вы научитесь орудовать ножиком. Он бесконечный. Но вам нужно четко понимать, что главный герой не спецназовец и не полицейский даже. Он медленный и неуклюжий. Любой враг вас практически всегда сможет догнать. Вообще, мне такой подход очень даже понравился. У вас нет стелс-механик, как в том же Alien Isolation. Под столами и в шкафах вам прятаться не дадут. Но и враги не неуязвимы. Это дает определенный тактический простор. Стоит ли вам стрелять монстра и тратить патроны, или лучше сбежать? Сможете ли вы улизнуть от бессмертного босса? Или настало время ему навалять, чтобы он от вас отстал на несколько минут? Повторюсь, это полная копия боевки первого резидента. Только от первого лица. Вам придется выживать, а не просто весело отстреливать всех попадающихся у вас на пути врагов. Ну и какой же жуткий дом без загадок, да? Но здесь они по традиции, как и во всей серии, грошовые. Пятнашки и те сложнее. Разве что будет один отличный эпизод, который я вам не покажу, то он скорее крутой атмосферно, а не крутой в стиле какой же я умный. Очень понравилась мне идея с видеокассетами. Это такие специальные эпизоды, которые позволяют вам побывать в том же доме, но поиграть с других персонажей, побывать в другой временной промежуток. Жаль только, что их очень мало. Если вы гордый обладатель PS VR, то именно с ним и нужно играть в эту игру. Некоторые сцены буквально вопят о том, что они должны быть в стереоскопическом 3D. Они создавались с учетом технологий, если не сказать больше, специально для нее. У меня VR-а нету, но я видел один небольшой эпизод из игры в VR, и могу сказать, что с ним играется несколько интереснее. За счет того, что вы, например, сможете заглядывать за углы. В самой игре основной не предусмотрена такая механика. Здесь дом состоит из щелей, в которые вы заглядывать с помощью обычного управления не сможете, а VR вам позволит наклонять голову, рассмотреть в щелку преследователя и знать, где он находится. Ну и такой неочевидный дополнительный источник ощущений. Вы в этом шлеме, пока будете играть в Resident Evil 7, употейте к чертям. Но это, скажем так, добавит эффекта. Что немаловажно, в первую очередь это хорошая игра сама по себе. Но уже во вторую хорошая игра для VR. Минусов в игре не очень много. В итоге сюжет это просто набор всех клише-хорроров, которые вы только сможете вспомнить. И которые вспомнили разработчики. Но если вы играете в Обитель зла не в первый раз, то вас это нисколько не удивит. Должны были привыкнуть за столько-то игр серии. Чуть расстраивает не такая мощная последняя треть игры. Она, можно сказать, даже немножко скучная. Есть ряд более мелких огрехов, которые, в принципе, не стоят вашего внимания. Ну, например, почему главный герой включает фонарик только когда кромешный ад и тьма. В остальное время, даже если вам просто темно, хотите там какой-то уголок подсвязить, вы не можете включить фонарик. Фишка понятна с точки зрения дизайна игрового процесса, что вам слишком светло не было. Но с точки зрения логики это полный фарш. На почти полное отсутствие связи с персонажами и событиями прошлых частей мне как-то наплевать было. То есть кто-то скажет, что это же Резидент, там должны быть Крис Редфилд, Леон Кеннеди и остальные. А вот я небольшой фанат серии, поэтому мне как-то наплевать. В целом я считаю силой Резидент Ивилл 7 в балансе ее составляющих. Вам будет страшно перемещаться по скрипучему, постоянно булькающему и шуршащему дому. Звуки здесь просто высший класс. Постоянно держат в напряжении, даже если практически ничего не происходит. Игра выглядит в принципе приятно. Интересно исследовать дом, вдруг где какой секрет неожиданный для тебя. Вдруг какая-нибудь заначка нужная, потому что это все-таки survival horror, нужно выживать. И чем больше заначек вы найдете, тем лучше для вас. И пострелять приятно, и прятки тоже присутствуют, и битвы с боссами по-моему очень крутые вышли. Загадки хоть и простые, но зато придают таинственности всему особняку и происходящему в целом. Я определенно хочу продолжения именно такого Резидента. Им бы только не загонять себя в рамки серии и развернуть сюжет пошире, поинтереснее. Тогда может получиться совсем круто, ну а с геймплеем здесь и так все в порядке. Тебе на семейном собрании сидят такие? Ну, эта вставка уже была в начале «Добро пожаловать в семью», да? Может быть, когда он ему ногу отрезает? Ты не видел? А это в начале самом, там если ты плохо сражаться будешь, он тебе просто отхреначит ногу. Это просто сценка такая. Ты ногу, естественно, с собой возьмешь, как в начале руку, да? Выставит бутылку лечебную, будет подзывать тебя. Берешь эту бутылочку, вставишь ногу, зальешь, ты нормально ходишь, бегаешь, и он дальше за тобой, как кошки-мышки, играет. Это очень классные моменты, вот там вот, не то чтобы их очень много, но тем не менее, там различия в прохождении могут, заметишь, не будут. А вот, нет, даже не сюжетно, да даже не сюжетно. Это очень классно. Мне нравятся такие детали мелкие, они, ну, не то чтобы... Ну, кстати, может не брать. Можно не брать, он все равно прошьет. Ну, это все равно, понимаешь, это такой момент, когда ты сам взял свою руку в инвентаре, значит, на нее смотришь такой, «Твою мать, моя рука, за что, блин?» И это в самом начале, что же будет дальше? Да, вот есть такие моменты, которые цепляют, хуковые. Очень классно. Четыре, да, 4. Кажется, что 4. Ну, вот, вот, мало. Они были бы, они просто бы могли... Ну, можно было их интереснее сделать на самом-то деле. Все круто, то, что было в темпе, то, что ты там что-то делал в кассете, это у тебя появлялось на игре. По-моему, она вообще ее убрали. Да, она показывает и показывает. Да, она показывает и показывает, но единственное, что ты можешь что-то рассмотреть в кассете, что тебе поможет потом, вот... А вот то, что взаимодействие, его, да, мне кажется, убрали. Жаль, вот могло быть еще круче, да? Получается, битва за реализм? Вроде как, да. Вроде как, да. А когда, как оно у тебя переносится из кассеты? Это же не про нормальные явления. Не Фредди Крюгера. Как бы в темпе нормально смотрелось. В том-то и дело, что демка не дает ощущения того, какая будет игра. Она совершенно другая. Это тебе такой квест-рум, да, когда ты должен выбраться из ограниченного пространства, когда у тебя ничего нет, ты должен копаться, искать. А эта история с долбатским пальцем от куклы, это просто... Вот нихрена... Ну, загадка крутая, да, но реализация, как ее вот... Как до этого всего догадаться, как догадаться пальцем как-то тычить его в нужные там места... Я вот... Механики не было, они что-то как-то прикрутили как есть. Им надо сделать инди-проекты в таком стиле, да, и какие-то отдельные мелкие игры, может быть, в той же вселенной, которые будут вот так вот же работать. Это было бы прям офигенно. Я бы поиграл в такое. Это что, моя игра? Интересно, да, интересно. Вот у нас будет такая игра. Мы сделаем, если не кто, то мы, да. Куда же там без диалогов тупейших или вот этим... Леон, там, Вескер, или... Снээйк, снэээйк. Бесит. Пока логика не страдала, когда я смотрел. Ну, фантастически, да. То есть... Как бы какие-то правила мир свой уже сделал, он как бы заедил, и он живет. Да, в принципе, да, я согласен. То есть даже момент, когда ты у полицейского просишь, ты же видишь, полицейского просишь, ты же говорю, да ну пистолет-то мне дайте. Он говорит, что я тебе, я должен тебе пистолет-то давать. Такой запредельной тупости, кроме фонарика, я не углядел, может, и есть, конечно. А, нет, было, было. Там было. Ну, опять же, условности игровые никто не отменял. Игры не все суперумные, далеко не все. Они всегда были, игры. Все работало в угоду игровому процессу, это все-таки правильно. Но тут, говорю, запредельной тупости, как прыжки наискосок около друг друга, да, как в пятой части, по-моему, где персонажи в дверь вылетали вот так вот. То есть они бегут вот так вот, а потом прыгают. Зачем? Ну, то есть вот такого бреда ради зрелищности здесь меньше такого, конечно, мне кажется. Ну, там, я уверен, что какие-то дотошные люди найдут иди идти сколько угодно. Это неважно, потому что в целом, когда играешь, ощущений того, что что-то не так у меня не было. Вот кроме фонарика, какого-то очевидения. Да. Сейчас страдает сейчас Глевун. Ой, не надо про Глевун. Под столами и в шкафах... Под столами и ш... Под столами и в шкафах... Под столами и в шкафах вам прятать не дадут. Прятать что? Прятаться, понимаете. Прятать свою тушу. Вот как. Ага, 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 ага.